Он мне так хитро улыбнулся и говорит, а вы думаете, для вашего сына делают, да? Здесь сталкиваются воспитание и образование. У нас институты не работают. Ты этого достоин. Трамп, сволочь, паскуда, Обама, падла. Ну вот, мне не хочется жить в волчьей стране. Друзья, всем привет. Вы на канале «Историческое чтиво» в подкасте «Диэтиловый эфир». И сегодня у меня очень интересный гость, с которой мы хотели бы поговорить на такую тему, как образование. Я считаю, что это стратегический вопрос, наравне с другими стратегическими отраслями. Сегодня у нас в гостях историк, директор Института системно-стратегического анализа Андрей Ильич Фурсов. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Андрей Ильич, хотим с вами обсудить тему образования. И хотел бы я начать наш подкаст со слов Вернадского. Вот что он говорит. «Нет сейчас вопроса, более грозного и более важного, чем вопрос о народном образовании. Нет вопроса, о котором мы должны более думать и больше рассуждать, даже если бы в данный момент мы могли по ним мало сделать. Ибо пройдет время, когда не будет времени о нем думать, а надо будет решать, и трудно будет решать русскому обществу, которое о нем не успело достаточно подумать и пережить его». Ну что же, грамотные слова. Это дело в том, что это абсолютно... Ну, это было сказано, я думаю, в 20-е годы. Но и в 20-е годы 21 века это остается все так же актуально. Это никуда не делось, особенно после того, что произошло с нашим образованием в 90-е и нулевые. — Вот если бы начать разговор, хотелось бы сначала, прежде чем мы перейдем к нашим основным вопросам, на примере вас, вот вы всегда отмечаете, вот у вас двор был специфичный, да, которого никогда не повторится, то есть улица была специфичная, школа была специфичная, да, семья была, папа-фронтовик, да, дошедший до Берлина, расписавшийся на Рейхстаге. Вот я понимаю, что это, наверное, в совокупности на вас повлияло, но все-таки что, если вот по градации разделить, что привело к тому, что Андрей Ильич стал вот выдающимся историком? — Я человек своего поколения, вот, но я прежде всего хочу сказать вот по поводу образования, которое я получил, что нужно договориться о термах. Что такое образование? Образование — это единство обучения и воспитания. А без воспитания никакого образования нет. Это просто, так сказать, долбежка. Причем воспитание и воли, и интеллекта, и эмоций. Все вместе. Что же касается вот этого, так сказать, вот моего поколения, которое формировалось, нужно помнить, что это послевоенное поколение, и мы воспитывались и росли, как дети-победители. Мы знали, что мы дети людей, победивших на войне. Мы знали, что мы дети могучей страны, которая запустила спутника и человека в космос. Мы знали, что мы дети страны, которая не дает разгуляться буржуинам. Именно так, буржуинам, потому что в одной из любимых сказок моего детства «Мальчишки-бальчиш», так это и называлось. И на самом деле человек формируется тремя вещами. Хотя они взаимосвязаны, как матрешка. Это семья, школа и общество. Ну, сначала общество – это двор, потом он становится шире, шире, шире. И мое поколение воспитывалось в 60-е годы. Вот я с 51-го года рождения, в 60-е годы. С одной стороны ушла уже такая фаза молодого брутального общества, потому что когда говорят, скажем, он называет «сталинские репрессии». Ну, «сталинские», потому что это в сталинское время. На самом деле это было продолжение гражданской войны. Холодная гражданская война длилась до конца 30-х и окончательно сошла на нет во время Великой Отечественной войны. Она разбилась о нее. И вот этот брутальный такой социализм, любое, кстати, молодое общество, будь то социалистическое, капиталистическое, рабовладельческое, любое молодое общество на первой своей стадии, оно очень жестокое, потому что, так сказать, оно рождается, так сказать, с кровью. Вот закончилась эта жестокая, так сказать, фаза, но еще не началось разложение сытого брежневского общества. И вот эти 60-е годы, длинные 60-е годы – это 1958-й, спутник, и 1973-й – это нефтяной кризис, после чего, как Подгорный был у нас такой представитель президента Верховного Совета, сказал Косыгину, ну что, Алексей Николаевич, никакие нам реформы теперь не нужны, теперь мы будем за счет нефти жить сколько захотим. То есть вот эти 16 лет, 15 лет, 58-73, длинные 60-е годы – уникальный период в нашей истории, да и в мировой тоже, потому что казалось, что впереди светлое будущее, впереди освоение космоса, и этот период был уникальным, действительно, не только в нашей истории. В этом отношении Советский Союз был частью мировой истории, это был взлет фантастики, это было впечатление после полета Гагарина, что вот, ну, еще там 10-15 лет, Луна, Венера, Марс, освоение космоса. Нет преград человечеству, вышло все совершенно по-другому, можем поговорить, почему так вышло, но это уже отдельный вопрос. Но я считаю, что мне и моему поколению повезло. Мы воспитывались в самое счастливое время 20-го века. Счастливое оно было в том смысле, что казалось, возможно, все. И поэтому, несмотря на вот это вот уродство, которое, так сказать, у нас крутится в нашей стране и в мире последние 30 лет, даже поскольку, так сказать, то поколение, к которому я отношусь, мы все равно остаемся оптимистами, потому что мы выросли в оптимистическое время, когда казалось все возможное, когда человечество рвалось вперед, вовысь. Вот. И все это оказало, так сказать, большое, большое влияние. Вот когда вы говорите, что оказало большее влияние в фильме «Щит и меч», звучит замечательная песня в исполнении Бернаса, с чего начинается Родина. И там и буква, и песни, которые пела мама, и ребята во дворе. И действительно, в 60-е годы еще были дворы. Это была такая очень специфическая форма организации. Вот свой двор, вот такая коллективность. Чужой двор – это чужой двор. И это был, так сказать, такой коллективизм, который не был замешан на страхе. Это был такой позитивный коллективизм. С середины 70-х годов, по мере разложения советского общества, он уже стал постепенно уходить. И вот что еще. Когда я пошел в школу в 58-м году, инженер и учитель – это были крайне престижные профессии. Вот у меня был отец – ведущий инженер полетным испытанием. Он и Ту-104 испытывал, потом по возрасту перешел на вертолеты, Ка-26. А в конце 60-х, начале 70-х годов и учитель потерял свой статус, и инженеров стали называть, инженеришка. То есть в это время, на рубеже 60-х, 70-х годов, что-то сломалось. Что понятно. Но у нас сейчас другая тема, не логика того, что произошло с Советским Союзом. Я на эту тему поразмышлял в первом и втором номерах газеты «Аргументы недели». За этот год у меня вышло большое интервью к столетию СССР, где я попытался поразмышлять на тему, когда сломался Советский Союз, и когда была пройдена точка невозврата. К сожалению, она была пройдена в конце 60-х, в начале 70-х годов. То есть по инерции мы еще бежали вперед, но уже тикал тот механизм, который привел к Горбачевщине, к Ельцинщине и ко всему тому непотребству, которое произошло за последние 30 лет. Я понимаю, что это все-таки, как вы объяснили, что это совокупность факторов. Я бы сказал, системность. Системность. Оно неразрывно связано вообще с историей, с историческим периодом. Но вот вы застали, так скажем, раннее советское образование, к чему сейчас... Нет, это не раннее уже было советское образование. Раннее советское образование — это эксперименты, отвратительные эксперименты 20-х годов в духе 90-х. Когда педагогия была, да? Да, там не только. Ну, например, были отменены, так сказать, уроки, как форма. И не было экзаменов. Ну, в общем, это был кошмар. В 30-е годы это все закончилось. И вот эта ранняя советская форма, она была примерно до середины 50-х годов. Потом вот это вот зрелое советское образование, в котором уже появилась масса всего того, что, в общем-то... То есть деградация образования сначала очень такая тихая. Она началась в 50-е годы на самом деле. Просто она была очень инерционной. Я считаю, например, большой ошибкой создание системы, когда мальчики и девочки учатся в одном классе. Это физиологически неправильно, это интеллектуально неправильно. Не знаете, что мальчиков и девочек надо разводить. Есть, в конце концов, масса возможностей контактировать в кружках. Другие формы можно найти. Но учиться они все должны в разных классах, потому что взрослеют по-разному, в разном темпе развиваются. Дальше. В 58-м году в плане борьбы с излишествами... Борьба с излишествами хрущевская была не только в архитектуре, но и в школе в 58-м году было отменено преподавание в школе трех предметов, которые до этого преподавались. Логика, латынь и психология. В 58-м году. То есть это шел такой процесс постепенный, но поскольку сохранялись еще те учителя, которые были сформированы в 40-е и 50-е годы, при том, что я ни в коем случае не идеализирую советское образование, там была масса проблем, но там было значительно меньше проблем, чем в образовании дореволюционном и чем в образовании западном. Мне есть чем сравнивать. У меня в 93-м году сын отучился в американской школе. Мне есть чем сравнивать нашу школу, даже нашу школу 90-х годов, которая намного сильнее американской школы 90-х годов. По целому, на ряду причин это вообще очень интересная тема. Если интересно, мы ее затронем. Это потому что, например, американское общество считывается через школу. Школа – это лучшее увеличительное стекло для анализа американского общества. Скажем, потому что в университеты идут не все, в бизнес идут не все, а школу проходят все. Так вот, это была зрелая советская система школьная. Это был очень высокий уровень. Кстати, он остался довольно высоким еще и в 80-е годы, когда мой сын учился. Я очень люблю сравнивать учебники школьные. И я сравниваю учебники 50-х, 60-х, 70-х, 80-х годов. И помимо учебников еще была одна очень-очень важная составляющая в советской школе почти до самого конца ее существования. Я, кстати, считаю, что советская школа рухнула как советская между 2006 и 2008 годами. Я это по студентам почувствовал, по студентам не худшего УЗА, Московского государственного университета. До этого было реликтовое излучение советской школы шло. Советская школа акцентировала необходимость волевых усилий для освоения материала. Волевых усилий. Потому что установка, которую нам, я считаю, диверсия совершенно, вбросили в 90-е годы, школа должна быть развлечением, фан. Вот если интересно, то это хорошо. Неинтересно, но дело в том, что это снижение уровня школы до уровня балбеса, которому ничего не интересно. Как это? Ну вот приходит ученик из школы, нужно делать уроки. Ему не очень интересно заниматься чисто писанием, которое, кстати, тренирует не только мелкие сосуды и нервные окончания руки, но оно тренирует еще и, ну если правша, то левое полушарие и наоборот. Так вот ему, естественно, ребенку не хочется в третьем, в втором классе писать. Нужно волевые усилия делать то, что нужно. А вот эта установка на то, что делать то, что хочется, это диверсия вот в каком плане, это размагничивание воли. Мне это очень хорошо объяснили, когда у меня сын учился в американской школе. В американской школе ты учишься плохо? Хорошо, никто тебя не будет трогать. Ты учишься хорошо? Ты молодец. И вот в американской школе, когда у меня сын учился, там был такой момент. Это была хорошая государственная школа, паблик-скул, пятерка там была 92,4 балла. И вот когда у меня сын перевалил за, да, школа, ну ему хватало его английского, чтобы, вот. Когда он перевалил по оценкам за 92,4, он за сотню перевалил, его вызвали к завучу, и завуч ему сказал, знаешь, у нас есть такая практика, мы подписываем с тобой договор, и если ты набираешь за оставшиеся два года 128 очков, то ты выбираешь университет, выбираешь кафедру и бесплатно учишься. Вот эта фраза, выбираешь кафедру, очень важна. Дело в том, что у нас обычно говорят, ох, Гарвард. Гарвард это 3-4 кафедры, а остальное это, так сказать, деревенский клуб. То же самое и по другим университетам, то есть ты выбираешь университет, кафедру. Вот. Ну, снова объяснил, что, знаете, мы здесь полгода, потом мы во Францию переезжаем, там, отец работает по гранту, вот, поэтому я, когда это послушал, я работал тогда у Эммануила Валерстайна, отца основателя миросистемного анализа, и я ему говорю, ну, вот такое предложение, он мне так хитро улыбнулся, говорит, а вы думаете, для вашего сына делают, да? Я говорю, ну, раз вы так сказали, я догадываюсь. Он говорит, понимаешь, какая штука, после событий 68-го года, студенческих всех этих дел, задача американской школы, чтобы ученик вышел из нее с амбициями банка пива и телевизор. Но в школу попадают дети, а, интеллектуальные, б, волевые и физически развитые. И с точки зрения системы они представляют опасность в том плане, что они могут, если они будут чем-то недовольны, они могут стать лидерами протеста среднего класса. Поэтому их нужно изъять в качестве потенциальных лидеров и дать им возможность вертикальной мобильности, карьеры. В верхние 2% американского общества они не попадут, это каста. Но в 8 следующих они попадают, в 8 они обслуживают эти 2, живут очень хорошо. И самое главное, они изъяты из среды вот этих вот, так сказать, недовольных. А недовольные это как раз тебе не нравится, ну и хорошо, и не учись, и ходи как хочешь. И даже такая вещь, вот это психолог мне объяснял. И сын замечал это в американской школе, при том, что там не было такого хулиганя. Ну, люди сидели на уроке, кто вот так, кто вот так. И психолог мне это объяснил, и американский, и здесь, и у нас. Потому что это обезволенная позиция, ты не сконцентрирован. И мы его сына там спрашивали, ученики, поскольку у него английский был хороший, хотя у него был английский, английский, а не американский, они ему говорили, ты что, раньше как-то, ты из военного училища, что к нам какого-то пришел, ты вроде по возрасту не можешь быть в военном училище. Вот, потому что он был строго одет, сидел, сказать, вот так, вот. И, собственно, что такое воля? Это концентрация психологии. У йогов есть такое упражнение, где же и смотри 5 минут. Вот попробуй посмотреть. А вот если ты сидишь то так, то так, очень хорошо. Ты становишься, так сказать, безвольным, тобой легко манипулировать. Но если ты демонстрируешь волю, силу ума и физики, очень хорошо. Так сказать, мы тебя подтянем, мы дадим тебе возможность. То есть, причем тех, кто хорошо учится, там стимулируют. Стимулируют, без кавычек, тех, кто показывает результат и стимулирует в кавычках. Ну, в смысле в том, что не привязываются те, кто, так сказать, учится плохо. Не дай бог сказать, ты учишься плохо там. Или нет, ну, вот, значит, ты, так сказать, ты в другом хорош. Там, например, ты хорошо-хорошо бегаешь. Вот, ну, плохо бегаешь. Ну, просто ты хороший. Вот. А вот, скажем, мы получили дважды из школы письмо благодарственное от директора. Там, типа, ваш сын показывает блестящие успехи в математике. Ваш сын показывает другое письмо по французскому языку. И для того, чтобы простимулировать вот таких ребят, там под мрамор была сделана пластмассовая, но под мрамор сделана такая, и выбиты золотом звезды нашей школы. Я как-то захожу в школу, смотрю, там написано, Кирилл Фурсов. Это простимулировать этих ребят. То есть эти, хрен с ним, пусть они, так сказать, вот учатся так, но ты давай-давай, ты вперед, ты будешь элитой. Вот. И для элиты там совсем-совсем другая, так сказать, система обучения. Ну, например, в дорогих вузах и на серьезных кафедрах, и в дорогих школах категорически запрещена, не только в Штатах, но и вообще на Западе, тестовая система. Тесты запрещены, потому что что такое тест? Тест отучает тебя делать главное, ставить вопрос, ставить проблему, потому что поставленный правильный вопрос, это 50% ответа. Во-вторых, тестовая система отучает тебя искать ответ. Тебе ответы уже даны, ты выбираешь. Это способ социальной дрессуры. Тебя дрессируют как собаку. И это становится психологической нормой. Ты, во-первых, не умеешь сам задавать вопросы. А во-вторых, ты ждешь, когда тебе предложат, и ты выбираешь. То есть тебя приучают к роли, так сказать, пассивной роли. Это социальная дрессура. Так вот, для элиты этого ничего нет. Обычно говорят, вы должны быть индивидуалистами. Это смешные вещи. Когда мой сын учился уже здесь, в нашей школе доучивался, в 10 классе, им их преподаватель один, бывший сетерпат организации, и говорил, не давайте друг другу списывать ни в коем случае. Мы строим капитализм. Вы должны быть индивидуалистами. Вы не должны помогать друг другу. У вас должна быть конкуренция. Так вот, в элитарных учебных заведениях и в Великобритании, и в США, там очень развивают коллективные виды спорта. Будь то гребля, Кембридж-Оксфорд, баскетбол. То есть ты должен работать в команде, но в команде таких же, как ты. Вот. И типа ты этого достоин. То есть вот система построена очень хитрым образом. Она отбирает лучших и опускает всех остальных. Я правильно понимаю, что вот разница, сейчас мы вернемся, у меня очень много вопросов сразу возникло. Разница была в том, в Америке индивидуальность образования, подчеркивается, то есть если у тебя есть задатки, мы тебя двигаем. Да. И ты будешь, скажем так, образцом американской мечты. Вот смотри, у него получилось, он стал знаменитым ученым, там, баскетболистом. У нас же, получается, в Советском Союзе тянули двоечников, да? Нет, их, нет. Нет, у нас двоечников не тянули, их оставляли на второй год. Это потом уже где-то в 70-е годы запретили оставлять на второй год. Нет, у нас, так сказать, тоже, у нас тоже стимулировали развитие, но у нас стимулировали как? Знание престижно, поэтому все двигались. Вот когда я учился, не было слова ботаник, ботан, потому что если ты хорошо учишься, это значит, ты молодец, тебя уважают, там, скажем, мне подходит, говорит, ну, слушай, я вот там слышал, так сказать, ты здоровую географию знаешь. Потом книги читали все. Я никогда не забуду, что в четвертом классе я, так сказать, дал библиотечную книгу почитать заядлому двоечнику, второгоднику. Я ему дал Ронни Старшего «Борьба за огонь», а он мне дал «Человека-невидимку». То есть книги читали все, и двоечники понимали, что с ними что-то вот не так, вот. Но старались тянуть, старались всех на самом деле. То есть все подтягивались, троечник, к хорошистам, к хорошистам, к отличникам, вот. Другое дело, это не всегда, так сказать, получалось, но ведь помните, и советская установка, советская школа была, она была идеалистической, конечно, но дело в том, что, как говорил Мартин Лютер, дальше, и Кромвель потом это повторил, я не знаю, я не думаю, что он знал, что это сказал Мартин Лютер, что дальше всех пойдет тот, кто не знает, куда он пойдет. Так вот, советская школа готовила творца. Это была установка советской школы, и когда Фурсенко, министр образования, сказал свою знаменитую фразу, что порог советской школы заключался в том, что она готовила творца, а мы будем готовить квалифицированного потребителя, ну вот квалифицированный потребитель и рванул, чтобы на мобилизацию не попасть, потому что для потребителя главное там, где хорошо, а не там, где родина. Вот, так вот, советская школа действительно ориентировалась, другое дело, как это выполнялось, но цель была поставлена, ты должен хорошо учиться. Почему ты должен хорошо учиться? Потому что ты тогда строитель коммунистического общества, ты защитник Родины, ну и так далее, и так далее. И, конечно, это очень легко оспорить, сказав, какой там коммунизм, это все вранье, посмотрите, как жила номенклатура. Да, это все правильно. В этом отношении, кстати, советское общество было очень легко критиковать, потому что особенно на поздней стадии, 70-е, 80-е, оно отклонялось от того, что задано. И номенклатура жила лучше, чем средний человек. Хотя, когда Анастас Микоян в 50-е годы съездил в Грецию, он приехал и сказал, ну, я думал, я хорошо живу, а я живу, как живет средний греческий инженер. Но Микоян это не волновало, он человек был скромных потребностей. А вот, скажем, поколение внуков, Микоянов, это уже волновало. Вот, все познается в сравнении, потому что, так сказать, разрыв в жизненном уровне даже советской номенклатуры и советского гражданина, и нынешних богатых, и обычных граждан, ну, вот это не сопоставимо совершенно. Вот, так что здесь нужно всегда помнить, что нужно сравнивать. Вы коснулись такого понятия, как списывание. Дискуссии идут, вот вы сами как к этому относитесь? Я вот лично считаю, что, ну, может быть, это идеалистически, но считаю, что списывание должно быть запрещено. Вы знаете... Хотя я сам списывал, я понимаю прекрасно, но я вот уже, скажем так, а прожив, я понимаю, что мы не то оцениваем. Нет, дело в том, что формально списывание в советской школе тоже было запрещено. Если ты списываешь, то мы могли поставить двойку, вот. Но, скажем, списывание или помочь товарищу. Ну, вот у меня лучший, мой школьный друг, он, так сказать, учился на тройке. Ну и что же, вот мы пишем контрольную, я ему не подскажу, что ли? Вот, нет. Вот это как раз... Здесь сталкиваются воспитание и образование. Воспитывали ты коллективизм, помоги товарищу. Вот. А, так сказать, это обучение. Ну, я бы сказал так, списывание не надо поощрять. Но, опять же, вот прямо строго оказывать за списывание я бы не стал. Ну, конечно, если человек списывает, и у него получается так же, как у того, кто не списывал, ну, конечно, надо ставить два балла и все. Здесь наказание должно идти оценкой. Они не так, чтобы, ах, ты списываешь, мерзавец, выйди из класса. Но в недавних интервью, не буду упоминать конкретно, говорили, что на Западе это считается лузерством, если ты списываешь. Да, ну, вы знаете, какая штука? У них своя жизнь, у нас своя. Поэтому, вы знаете, вот у меня знакомый один, он прошел иностранный регион во Франции. И вот, что он рассказывает. Я, кстати, читал это в интервью. Значит, русские, белорусы и украинцы, ну, это было еще до всех этих событий, речь шла о конце 20-го, начале 21-го века. Вот они в иностранном регионе, они всегда друг другу помогают, стараются помогать, так сказать, другим. Ну, вы знаете, иностранный регион, это бывшие преступники или кто-то, или просто люди, завербовавшиеся. Они отслужат 7 лет, по-моему, 7 лет, после чего они получают новые документы, деньги и начинают жизнь, так сказать, заново. Вот, то есть там весь европейский сброд или просто люди, которые хотят начать жизнь. Так вот, что отличает славян, русских, сербов, кстати, тоже. Взаимопомощь. Взаимопомощь. И это очень часто решает проблемы. Вот помните, лет 15 назад был жуткий цунами в Индонезии где-то, которое пришло и убило очень многих людей. И вот мне рассказывал человек, который был просто свидетелем этого всего. Уже волна идет, все разбегаются, и вдруг крик. Русские все сюда. Ну, и рванулись те, кто по-русски говорит, грузины там. Вот. Люди собрались, те, кто русскоговорящие. Они забежали на второй этаж одного здания, сцепились руками. И волна их не раскидала, она прошла. Никто не погиб. А западники спасались в одиночку. Поэтому очень многие погибли. Я не идеализирую. Я не хочу кидать камень в западников. Они такие, какие они есть. Мы тоже такие, какие они есть. Но дело в том, что условия исторического существования России и условия специфического нашего рискованного земледелия, где можно было выживать только коллективом, они сформировали определенный, определенный архетип поведения. Вот. Он сейчас разболтан, но он все равно никуда не девается. Так что в этом отношении списывание – это такой конкретный пример. Да, в Америке нельзя списывать, потому что там действительно… Но списывать нельзя не потому, что это нехорошо, а потому что если он тебя спишет, он конкурент, он тебя обойдет. Человек человеку волк. Вот в чем дело. Но вот мне не хочется жить в волчьей стране. И, скажем, когда тот же Валерстайн мне говорит, а вы не хотите у нас остаться? Говорит, сын пойдет к нам в университет. Я говорю, не. Вот я отработаю год, я вернусь, а сын у меня будет учиться в Московском университете, буду жить я в России. Ну, он хороший был человек, но он, так сказать, был американец. И очень интересно мне сказал, был такой замечательный венгерский ученый Ференц Фехер. Он после 1956 года, после событий, он уехал в Америку. И он был учеником Диорде Лукача. И мы с ним очень много беседовали. Ну, европейский человек, один из самых сильных вообще аналитиков, которых я в жизни встречал. И вот, жена у него философа известна, Агнес Хейлер. Значит, мы с ним беседовали о американцах. Я говорю, я не могу ему, ну, Лештайн, вот это объяснить. И он, у него был такой шикарный американский, то есть венгерский акцент. Ну, он прямо не говорил там, we understand each other very well. Он говорил, we understand each other very well with you, Андрей. Вот. И он мне говорит, мы с тобой очень хорошо понимаем. Потому что, ну, например, говорит, я жил при фашистах, я жил при коммунистах. Думаете, я этим американским уродам буду подчиняться, когда мне там говорят насчет sexual harassment и так далее. Вот. И я ему говорю там, я не могу американцам, американским ученым объяснить вот тот, тот. Он говорит, да, им это сложно объяснить, потому что они живут в другой стране. У них другие порядки. У них другая система взглядов. Они не плохие, не хорошие, они просто другие. Поэтому, и когда Валерстайм удивил, что я не хочу здесь остаться, я ему объяснил, ну, это вторичная причина была, потому что для меня жизнь возможна только в России, причем только в том месте, в Подмосковье, где я живу всю жизнь свою. Ну, вот. А дело еще вот в чем. Почему русским трудно на Западе? Ну, в большей части. Особенно в Америке. Хотя некоторые говорят, я хорошо устроился там. Хотя вот я недавно говорил с одним человеком, который живет уже в Штатах очень-очень давно. И я его спросил, ну, как вот жизнь? Ну, лет 50 уже там живет. Ну, лет 40, да. Он говорит, ну, в бытовом плане хорошо. Но, говорит, чем старше я становился, тем мне труднее здесь было, потому что здесь все чужое. Я говорю, а как вот с американцами? Он говорит, а я стараюсь с ними общаться. Я, говорит, работаю в сегменте, где почти все русские. Взять, кстати, наш этот самый Брайтон-Бич. Ну, там люди говорят все по-русски. Ему один знакомый, попав на Брайтон-Бич, он идет там, спросил, сколько стоит. Ему говорят, 10 рублей. Он говорит, у меня нет рублей. Это что, дурак? Мы так доллары называем. Вот. Или, скажем, там висит объемник, хот пончик. Вот. Значит, так вот, я ему объяснил, вот в чем дело. Дело в том, что западное общество, особенно американское, оно, там главную роль играют институты. Оно институционально очень сложное. Поэтому для большей части людей адаптация к этому обществу, это быть проще общества этого. То есть быть винтиком. Россия совершенно другая страна. У нас институты не работают. Ты приходишь в ЖЭК, тебе нужно договориться, ты будешь сколько угодно заявку писать, тебе хрен кто придет. А так ты подошел, скажет, водопроводчик, говорит, слушай, придешь, сделаешь там. То есть ты имеешь дело не с организацией, а с конкретным человеком. И, кстати, в Америке, когда говорят, они такие вежливые, продавцы улыбаются. Да это не продавец тебе улыбается. Это тебе система. Магазин улыбается. Это резиновая улыбка, которая соскочит. Про наших говорят. Вот у нас, я читал очень интересную статью о наших официантах. Это было начало нулевых. Ну и человек-журналист пишет. Наши официанты, наши официантки, они все равно, несмотря на то, что они в дорогом месте работают, их могут выгодить, они все равно остаются с такими неприветливыми хамками. А вот американский официант, он тебе весь разулыбается. Ну вот дело в том, что вот это хамство, это обратная сторона того, что человек себя не насилует. Мы не привыкли там улыбаться незнакомым людям. Это очень интересная вещь. Вот улыбка. Вот тебе американец, они тебе будут улыбаться автоматически. Ну у них такие порядки. Ну в России не принято вот так вот улыбаться, если ты человеку не знаешь. Ну ты улыбнешься, тому кого ты знаешь. Или если тебе смешно. Они считают нас мрачными, мы считаем их лицемерами. И мы и они в этом отношении ошибаемся. У них принято так. Мне не нравится, как у них принято. Мне нравится, как принято у нас. И хрен я буду улыбаться человеку, которого я не знаю. Может он сволочь. Вот. Но в любом случае, или у меня настроение такого. Так вот, официантки наши, они настроение свое ломать не будут. Они привыкли вот к этой нашей жизни. Так вот, возвращаясь к институтам. Русское общество, у нас институты не работают. У нас вся сложность нашего общества не в институтах, а в неформальных отношениях, личностных и в культуре. Поэтому для большей части людей, которые живут у нас, для того, чтобы преуспеть, нужно быть сложнее системы. У нас система простая. У нас люди сложные. Вот. Даже самый самый простой человек, вот, например, американский работяга никогда не будет обсуждать международную политику. Более того, американский профессор, скажем, который преподает физику или историю какой-то страны, он не будет международную политику обсуждать. Это за пределами. У нас ты проходишь мимо какого-нибудь шалмана, стоят поддатые мужики, вот они там что-то говорят. Трамп, сволочь, паскуда, Обама, падла там и так далее. То есть, вот, это и есть вот эта вот сложность русской жизни. Опять же, это не надо идеализировать, потому что у нее есть другая, так сказать, страна, вот, тебя могут действительно нахамить даже в дорогом ресторане, вот, но это реальность. То есть, принципиальное отличие, то, что там работают институты, а здесь работают неформальные связи. Ну, я объяснил Болерстайну, вот я привык, у меня был сороковник, я привык, вот я в неформальных связях чувствую себя как рыба в воде. Более того, я себе уже вырубил некую нишу, в которой я живу. В Америке, например, вырубить нишу, Америка очень жесткое общество, там для того, чтобы быть не таким, как все, но там этого очень не любят, там этого очень-очень не любят, ты должен быть как все, поэтому все эти разговоры насчет индивидуализма, это на уровне, вот, сказать, риторики. На самом деле, это очень жесткое, очень, я бы сказал, я не люблю термин тоталитаризм, но как метафору его можно использовать. Америка это тоталитарное общество. Ну вот, опять же, институциональная основа отношений, вот мы жили, мы снимали дом, машины у нас не было, ну и мы ходили в магазин, там пройти полтора километра приятно, ну, мимо, около нас останавливается машина, наши соседи, вы наши соседи, мы вас подвезем, но эти же соседи, значит, стукнули на меня, у меня был по договору, я должен был раз в неделю стричь траву, это вообще удовольствие, но получилось так, я уехал в ЕЛ читать лекцию в Ельском университете, а потом после этого сразу же уехал в Канаду читать в Кингстонском университете лекцию, две недели меня не было, приезжаю из Кингстона, через 20 минут звонок, и женщина-профессорша с фальшивым американским голосом мне говорит, о, как вы поживаете, хорошо, а почему вы не стрижете траву? я говорю, потому что я только что приехал из двух командировок, там и т.д. и т.д. и т.п., вот, а я говорю, откуда, откуда вы, Сьюзан, откуда вы знаете? Соседи сообщили, я с ним договорилась, они будут сообщать, вот, и в Америке, ну, опять же, вот в этой месте плюсы и минусы, у нас вот два соседних участка, кто-то там включил громко музыку, ты идешь и говоришь, слушай, ну, убери музыку, здесь может начать перепалка, американец не будет, не будет он тебя просить, он вызовет полицию, которая замерит децибелы, выпишут штраф, вызовут в суд, и у них даже есть такой термин в социологии litigation society, общество, где все друг с другом судятся, при этом тебе могут улыбаться, ты улыбаешь соседу, сосед улыбается тебе, все вы вопросы решаете в судебном порядке имперсонально, а может это хорошо, мне вот это вот очень, очень странно, и вторая сторона вот этого всего дела, в том небольшом городке, где я жил, вот когда работал у Уоллерстайна, в небольшом городке на 200 тысяч жителей было что-то, почти 200 психоаналитиков, что такое психоаналитик, психоаналитик, это человек, к которому ты приходишь и рассказываешь свои проблемы, это значит, что тебе больше не с кем поделиться, я читал статью одного японца, который пишет, что в Японии психоанализ не прижился, потому что японцы живут группой, и они, им всегда есть, и я подумал, а у нас вот когда какие-то проблемы, ну пойдешь с друзьями в баню попаришься, поговоришь с ними, или помолчишь с ними, но не надо идти к чужому человеку и рассказывать ему про свои проблемы, а там именно это происходит, у нас сейчас тоже пришла нора, вот эта вот мода на психоаналитиков, или коучи по психологии, ну это проходимцы и проходимки, которые, так сказать, просто бабки зарабатывают, потому что я разговаривал с нашим одним серьезным психоаналитиком, он говорит, если серьезный психоаналитический сеанс, то после двух-трех психоаналитических сеансов психоаналитик сам должен идти к психоаналитику, потому что на тебя выливают такое количество проблем, но это означает, что значит человек обращается к психоаналитику, это значит ему больше не с кем поговорить, он один, и психоанализ это трагедия общества, изолированных индивидов или одинокой толпы. Социолог Рисман американский так и называл это lonely crowd, одинокая толпа. И вот это общество, одинокая толпа, это то, чего у нас нет до сих пор на самом деле, и слава богу, все совершенно по-другому. И вот это у них накладывает свой отпечаток и на их образование. Хочу пару ремарок сделать. Да, согласен. Слушал Наома Хомский, я думаю, вы знаете такого, да? Да, конечно. И ему задают вопрос о свободе слова в США. Он говорит, поверьте, только мне позволяют говорить то, что я говорю. Но я такой, говорит, единственный. А многим кому... Да, и его специально выдвинули на эту роль, чтобы вот был человек, который говорит... Кстати, вы знаете, кто его спонсирует? Фонд Роквеллера. Это часть игры. Вот есть такой городской сумасшедший. Он говорит хорошо. И кроме того, в случае, можно сказать, смотрите, Хомский есть. Кстати, он, по-моему, себя сам называет Чомский, а не Хомский. Но это неважно. Вот. А потом посмотрите, реально, что он пишет. Он просто говорит... Несправедливость... Он не анализирует реалии американского общества. Вот в чем дело. Вот, например, когда властвующая элита... Властвующая элита... Сейчас просто выскочила у меня фамилия человек, который написал... Бывают у меня такие, так сказать, заскоки. Кто же написал властвующая элита... Давайте посмотрим. Наберите, да. Да, властвующая элита сейчас. Райт Миллс. Райт Миллс. Можно не смотреть. Так вот. Он в 59-м году написал работу властвующая элита. И это настолько задело ЦРУ, что они специально по этому поводу запустили термин теория заговора. И чтобы через полгода после выхода книги Райт Миллса Дуайт Эйзенхауэр, уходя со своей должности, у него было прощение лечь, он сказал то же самое... Он не читал Райт Миллса, но он сказал то же самое об американской элите. Вот. Но, вот, скажем, есть такой человек, который писал очень много по американской элите, Домхофф. Вот. Ну, вот, его, конечно, не травили, как Райт Миллса, но он попытался влезть, показать механизм. У Хомского, у него самая общая критика, она на самом деле абсолютно безобидная для американского общества. А вот если бы он попытался показать реальный механизм, как оно, так сказать, функционирует, вот я думаю, что здесь уже бы начались проблемы, потому что фонд Рокфеллеров просто так никого не, так сказать... Не спонсирует. Не спонсирует. Просто он занял, он занял место того, кто мог бы реально этим заниматься. А вот у нас есть, вот у нас есть критик системы Хомский, Чумский, и, скажите, все заткнитесь. И еще, Андрей Ильич, вот если при сравнении, что вы говорите, общество Запада или конкретно США, мы сейчас Европу с вами тоже коснемся, вы во Франции жили, да? Да. Вы представляете, это, наверное, отличается все-таки. по поводу американского общества, это институциональное, наше, вы сказали, это не институциональное. Нет, у нас формально есть институты, но они не работают, и они, это так в истории, обратите внимание, что каждый раз, когда в России нужно было провести серьезные реформы, создавались чрезвычайные комиссии. Первая чрезвычайная комиссия, это опричнина. Затем гвардия Петра. И даже, когда готовили реформу освобождения крестьян, были созданы так называемые редакционные комиссии, это вневедомственный орган, это такая бархатная чрезвычайка. Каждый раз, когда вот это создавалось, это означало, что институты-то не работают, и нужно что-то, чтобы заставило работать эти институты. И самая блестящая операция времен Великой Отечественной войны, она была не военной, это операция по переброске заводов за Урал. Это выполнить нам формально считается, что Шверник за это отвечал, но реально это делала НКВД во главе с товарищем Берии. Это была самая блестящая операция, но ее тоже проводил не вот институт, которому это положено, а, так сказать, ЧКГБ, вот, выражаясь таким языком, то есть, я имею в виду НКВД, неважно, как она называлась. Так что институты есть, то есть формально у нас, формально у нас и парламент есть у нас, у нас формально есть все прибамбасы чисто западные. Но только они не работают. Например, КПСС, партия, коммунистическая партия, она не была партией. Это не партия была, это было нечто другое. Вот это и есть, кстати, в чем трудность изучения советского общества. Мы пользуемся терминологией, которая абсолютно этому обществу неадекватна. Партия, государство, ну, и так далее. Кстати, эти термины неадекватны уже сейчас, в начале 21 века, и для Запада тоже. и гражданское общество, и государство. И это проблема социальной науки о современном мире. Она потеряла... Дело в том, что исчезли те явления, по поводу которых формировалась эта наука с середины 19-го по середину 20-го века. Она очень хорошо описывала их в этот период. Но когда общество деполитизируется, когда гражданское общество исчезает, когда вместо рынка монополии и олигополии, ну, старая наука уже не работает. Вот я просто к чему задал еще раз уточняющий вопрос. Ну, тогда правы те, кто выступают, говорят, что современное образование, да, вот, которое есть, оно вообще не нужно. Тебе нужно обладать компетенциями, навыками, чтобы вписаться в рынок, потому что, как вы и сказали, условно, посмотрите, институт не работает, образование выставляется, как вы говорите, ботанике, они не нужны, хотя функция образования, на мой счет, она совсем другая. Она должна, образование должно дать человеку цельное представление о мире, в котором он живет. Мировоззрение, все совершенно верно. А не в конкретном, прикладном значении. Так вот, вы сейчас сами сказали, вот, абсолютно неверно говорить, что раз образование слабое, а давайте его вообще выбросим. Это недавно, так сказать, я прочел, это самое Симонян, говорит, ну, раз у нас слабые кандидатские, слабые дипломы, то вообще всего, всего вот это вот не нужно. Ну, зря она взялась рассуждать в образовании, это называется убивать муху на стекле лопатой. Вот так вот. Давайте, ну, раз у нас слабые кандидатские, давайте вообще кандидатские не будем. И вообще погрузимся. Слово компетенции я вообще запретил. Это вот с баллонской системой связанная вещь. То, что у нас образование просело за эти 30 лет, нам нужно создавать новое образование, реальное, адекватное, новые эпохи. Но это должно быть именно образование, а не прикладные вещи, компетенции. Ведь, что такое баллонская система? Кстати, в Америке никакой баллонской системы нет. Баллонская система была создана специально, так сказать, это такая дебилизирующая форма, во-первых, человека нет мировоззрения, и баллонская система уничтожает университет, как институт эпохи модерна. Не нужен университет, не нужно мировоззрение, не нужно общее знание, компетенции. Причем, это еще и работает на рынок. Вот ты получил некие компетенции, а рыночная ситуация изменилась, тебе опять надо учиться платить деньги. То есть, это не только уничтожение образования и университета, это превращение человека в абсолютно зависимого, манипулируемого, и поэтому наоборот, особенно тем странам, которые сейчас борются за место под солнцем, таким как Россия, которая сейчас пытается перестать быть полуколонией, как раз здесь нужно первоклассное образование, реальное образование, а не компетенции, которое позволит выковать, так сказать, целую когорту людей, способных биться за место под солнцем. Вот что, что нужно. Это не значит, что отменять нужно образование. Отменять нужно деградировавшее, разрушенное образование за 30 лет с обязательным наказанием тех, кто его разрушал. Здесь каждая, как Каганович говорил, каждое преступление или ошибка имеет имя, фамилию и отчество. А то у нас совершенно, люди понимают, что они безнаказаны, поэтому творят все, что угодно. И создание нового образования, ну, кстати, такая же задача стоит и перед Западом, потому что там образование тоже, просело, просело, будь здоров, но они-то решают эту проблему по-другому. Есть элитарное образование и есть для массовки. Для массовки это вот по принципу ты плохо учишься, самое главное, чтобы тебе было интересно. Или, скажем, у нас после 91-го года, до этого у нас изучали марксизм, причем изучали очень-очень так тупо, хотя методически это было все интересно сделано, грамотно, но вообще выбросили. На Западе марксизм изучают всерьез в элитарных заведениях. Логика такая, «Быдляку марксизм не нужен». А вот элита должна знать, что такое. Маркса не случайно, что один из главных идеологов мандиализма, то есть глобализма Жака Тали, написал биографию Маркса, она у нас переведена и издана в серии ЖЗЛ, книга о Марксе, которого Тали превозносит, причем не только потому, что Тали как о Марксе евреи, а он его превозносит как мыслителя. А у нас марксизм просто выкинули из программ фактически. Но я повторю, Запад испытывает сейчас острейшие проблемы, ведь тот кризис лидерства, который сейчас мы наблюдаем на Западе, все вот эти Бербоки, Макроны и прочее, их университеты это школа глобальных молодых лидеров Шваба, вот этот Швабятник. Это люди, которые совершенно не знают историю. Это дикие люди. Это дети 68-го года, потому что 68-й год в Европе так называемая студенческая революция, она помимо прочего, ведь студенты-то бузили, но манипулировали ими очень серьезные люди, и манипуляции были как с краткосрочными целями, например, свалить Деголя, которая американцам надоела части французского истеблишмента, а долгосрочная цель была изменить систему образования в университетах, понизив ее, чтобы реальное образование ушло в закрытые элитарные школы, а чтобы университеты превращались в форму скрытой безработицы. Так оно и вышло. И вот то поколение политических лидеров Запада, с которыми сейчас Макрон, Бербок и прочее, вот это и есть люди, которые вышли, люди из ниоткуда, с диким уровнем образования. Самое главное, они там убрали историю, они не знают историю, так сказать, вообще. Кстати, в Великобритании до сих пор значительная часть элиты выходит из исторического факультета, причем с такими специальностями, как археология, древняя история, то есть такие фундаментальные вещи. Вот, например, был такой человек по фамилии Клег, это был лидер либеральной партии Великобритании, когда в 1910 году консерваторы победили, им не хватило силенок для того, чтобы создать собственное правительство, когда Кэмерон стал премьер-министром. И тогда они заключили союз с либералами, а либералов возглавлял Клег. Ну, Кэмерон сам не особо что-то собой представляет, а вот Клег, полиглот, археолог, спортсмен, закончив карьеру политическую, свою, ну, то есть, перестав, не политическую, а перестав быть у власти, значит, где он сейчас работает, его подхватил Цукерберг, и он сейчас в метавселенной является ее, как бы, ну, упрощаемый, министр иностранных дел. Это, вот это очень серьезный человек, который получил хорошее элитарное образование. То есть, на Западе элитарное образование остается, и в этом отношении наши олигархи, ну, и полуолигархи, которые отправляют детей учиться на Запад, они совершают даже не двойную, а тройную ошибку. Во-первых, они все равно там останутся чужими, потому что та же англосаксонская элита, она в свою среду она не приняла даже русскую дореволюционную аристократию, она не приняла советских, но уж постсоветских детей, малиновых пиджаков она точно не примет. Это первое. То есть, они все равно будут чужими, они никогда не будут людьми этого круга. Во-вторых, то образование, которое получают отпрыски, вот, сказать, вот этих вот, наших, оно сниженное, и самое-то главное в элитарном образовании в той же Великобритании завязывать связи и понимать, что мы одной крови, так сказать, эти одной крови никогда не будут. Но они и здесь оказываются, пройдя социализацию там, они и здесь оказываются, так сказать, чужими. То есть, фактически, те люди, которые отправляют детей учиться на Запад, они должны понимать, что тогда их дети должны остаться и жить на Западе. Но там они все равно, сколько бы денег у них ни было, они все равно будут оставаться людьми другого сорта. А здесь, ну, они приедут, отучившись, как западные менеджеры. Здесь все по-другому, здесь жизнь по понятиям. И не потому, что криминал, а просто вот здесь вот такая жизнь. Так что, вот эта вот схема, переброс туда, это, знаете, как занятие, так сказать, йогой у нас. Потому что йога это образ жизни, это определенное питание, определенный темп в жизни и так далее. То есть, если ты занимаешься йогой не как просто физическими упражнениями, то ты фактически должен выйти из общества. А еще лучше приехать в Индию и там жить. Так что, вот такая же вещь, скажем, кунг-фу и бокс. Кунг-фу это не бокс. Бокс это вид спорта, а кунг-фу это образ жизни. Поэтому, в принципе, поговорка наша, где родился, там и пригодился, она правильная. Если я не ошибаюсь, вот вы сказали, что образование, как никогда, сегодня актуально, стратегически, просто для меня это не ограничивается только школой. Конечно. Образование это глобально, потому что, если не ошибаюсь, Кеннеди сказал, в битве за космос победил школьник за партой. Да, совершенно верно. И как нам сейчас, вот я прекрасно понимаю, ну, с какими вызовами мы сталкиваемся, да, но за счет чего мы можем изменить образование? Мы понимаем, какое оно должно быть, да, но я вижу, что у нас наоборот падает государственное образование, но при этом растет рынок частных школ. Многие кооперируются, родители, и создают семейные школы по образованию, в том числе, вот вы тоже хорошо знаете, презентовали проект «Сталинский букварь», да, куда родители закупают себе учебники тех лет, да, тоталитарных, где была и методология, и логика была построения материала подачи, чтобы ребенок это усваивал постепенно, да, и показывает, вот как мы дальше должны развиваться. Ну, для этого нужна, безусловно, политическая воля. Руководить образованием должны люди, которые понимают его стратегическую ценность, а не бюрократы, потому что возьмите всех постсоветских министров образования, ну, это, так сказать, либо просто вредители, либо создал Бог и заплакал. Вот, это люди, это чистые, это чистые чиновники, менеджеры, ну, которым, ну, даже внешне, они не, так сказать, компонуются с образованием, вот, кто-то выглядит вообще как ПТУшник, вот, и здесь нужна очень, сказать, это, причем, это процесс, к сожалению, не быстрый, не быстрый, у нас времени мало, а процесс не, сказать, не быстрый, поэтому я очень приветствую тех родителей, которые занимаются образованием своих детей, но это должна быть государственная программа, но это означает, что на самом верху государства люди должны понять, что в ситуации, когда наш развод с Западом, как бы им не хотелось, может, кому-то помириться, но это, ну, есть навсегда, никогда не говори, это на очень долго, это на очень долго, и что ведь, ведь что произошло с кризисом 2008 года, с 91 года по 2008, как в свое время Клинтон сказал, мы позволим России быть, но мы не позволим ей быть великой державой, почему мы позволим ей быть, потому что мы будем грабить Россию и ресурсы выкачивать, в начале 80-х годов несколько групп великолепных американских прогнозистов, они дали прогноз о двугорбом экономическом кризисе в 88-93 год, и они объяснили, что социалистическая система пройдет этот кризис в два раза легче, чем западная, с этого момента, прогнозы были в 82-м году, максимальное ослабление, а еще лучшее разрушение Советского Союза стало задачей номер один Запада, и кризиса им удалось избежать только по одной причине, был разрушен Советский Союз, и в течение 90-х и начала нулевых годов Советский Союз грабили, вывозя отсюда ресурсы металла, газ, нефть по дешевым ценам. Завозя куриные ножки. Советский Союз, совершенно верно. Вот, в это же время, в 90-е нулевые, Китай снабжал своим дешевым барахлом Запад, за счет чего? За счет сверхэкплуатации дешевой китайской рабочей силы. И вот этот жизнь капитализма, это продлило там на 15-16 лет. Вот в 2008 году шарахнул кризис, и стало понятно, что все, с капитализмом все закончено, после чего западным верхушкам стало ясно, прозападная команда, не прозападная, нужно устанавливать прямой контроль над всеми зонами. Потренировались они арабская весна. Это тренировка. Нам говорят, это арабы боролись за демократию и так далее. Это полная, так сказать, туфта совершенно. На самом деле, там зачистили, там зачистили даже прозападных деятелей, потому что речь шла об установлении прямого контроля. Что-то получилось, что-то не получилось. Но и российская, и китайская верхушки поняли, что им прислали черную метку. Поэтому вернулся Путин, поэтому Си Цзиньпин изменил традиционный курс китайцев, который был, так сказать, Дэн Сяопина. И в этой ситуации совершенно понятно, что Западу нужна наша территория, наши ресурсы при прямом управлении. Им не нужны уже посредники в виде приказчиков. Им нужно прямое управление. Хорошо, что наши верхи это понимают, что деваться дальше некуда. И Запад, конечно, совершил грубейшую ошибку, потому что тупая высокомерная политика Запада привела к тому, что самый прозападный в русской истории режим, начиная с Ельцинского и далее, они загнали. Запад загнал в такую ситуацию, в угол его загнал, что этим кроме как защищаться, причем всерьез защищаться, шансов никаких не оставило. Киссин же своему предупреждал по поводу Сирии. Он говорил, не надо давить на Россию, потому что мы можем, конечно, выиграть у русских Сирию, но тогда мы в самой России потеряем все то, чего мы там добились. То есть он говорил, что лягушку надо варить медленно, что они делали в 90-е нулевые. А потом они решили все, сказать, мы поймали бога за бороду, сейчас мы лягушку сварим очень-очень быстро, кипяточку поддадим. Лягушке не захотелось, чтобы ее варили, и лягушка начала сопротивляться. И то есть одно это сопротивление предполагает разработку долгосрочной программы, причем не только в военной и экономической областях, но и в области духовной, а это образование, наука и культура. То есть вот это становится, сказать, главной сферой. Поэтому первый шаг на пути реформы образования это понимание власти, что вот та система 30 лет, когда готовили потребителя, это самоубийство. Я когда слушал Фурсенко тогда, когда он это говорил по телевизору, я не удержался, я даже громко сказал, когда он сказал, что мы будем готовить квалифицированного потребителя, я сказал, что парень хочет воспитать могильщиков режима. Потому что ясно, что конфетку в красивой обертке покажет, скорее всего, Запад, но если это квалифицированный потребитель, еще Фурсенко сказал, который может пользоваться продукцией, созданной другими, то есть сам ничего не создает, ему покажут конфетку. Ну вот у нас 700-800 тысяч побежало в Казахстан, в Грузию, потому что там Запад, там не Россия, там хорошо. Ну вот еще когда уезжали со словами «я не могу жить в стране, которая воюет с соседями», при этом переезжали в Израиль, это же говорит о многом об образовании людей. Это еще более поразительная вещь. Вот был, он был, я-то в Телеграм-канале это видел, мне сказали, и по телевидению показали, парень, который переехал в Израиль, официант, с ним заговорили, два человека, тоже из России, они спросили, почему он переехал, он говорит, я не хочу служить в этой армии, но ему сейчас придется идти в израильскую армию, ему говорят, ты попадешь в Израильскую армию, он говорит, ну это другое дело совсем. Вот, вот это и есть квалифицированный потребитель. Вот, то есть, первый шаг это понимание, что образование это выковывание будущего, и образовывать, воспитывать нужно не потребителя, ну не хотите воспитывать творца, воспитывайте патриота. Правда, у нас на словах говорят там патриотизм, но опять же, это часто делается от того, что ты будешь поднимать флаг, от того, что ты будешь вести разговоры о важном, важно, кто будет вести разговоры, а люди, которые, так сказать, ведут разговоры, они на стороне России, например, в этом конфликте, или они молча молчат. Да, или они молча молчат. Второй момент, еще больше меня поразило, что оказывается, с родителями нужно вести разговоры о важном, родители на родительские собрания не могут прийти, потому что времени нет, работа, а тут разговоры о важном, То есть это профанация, и это приведет к противоположному результату. Люди просто, так сказать, это будет их раздражать. Значит, патриотизм, это не когда флаг поднимают, а когда тебе есть чем гордиться. Когда ты знаешь, что в твоей стране не такой разрыв между богатыми и бедными, как и других. На самом деле сейчас противоположная картина. Если среднемировой показатель такой, 1% самых богатых контролирует 45-46%, национальное богатство, ну, в России это 70%. И ты можешь сколько угодно орать о патриотизме, но когда, вот, так сказать, такая ситуация, и когда мы говорим, там, Россия может предложить миру, что может Россия предложить миру? Так что здесь, в общем-то, проблема очень серьезная. Прежде всего, должна быть политическая воля. Следующая вещь – это реализация, так сказать, вот этой программы с очень жестким учет и контроль. И те, кто не может реализовывать новую программу образования, должны просто вылетать с работы с запретом на дальнейшую деятельность в этой области. Вот. Ну, и я понимаю, что это недостаточные условия, но это не необходимые условия. Андрей Ильич, а вот не получится ли, как уже было на нашем историческом опыте, и в том числе вы об этом говорили, когда мы обратим внимание на образование, оно попрет, придут технократы, которые были тогда, их же надо как-то обуздать, то есть в системе надо будет быть еще квалифицированнее и сложнее, чтобы не было, как, помните, вы приводили пример, что перфокарта правит Кремлем, и все мы это благополучно свернули, потому что же верхи... Мы свернули и проиграли. Вот верхи должны понять, что они должны быть открытыми, ведь почему номенклатура во второй половине 60-х годов свернула и Огас Глушкова, и Филимоненко, потому что они решили, что придут технократы и их подвинут. Они решили, а мы не пустим технократов. В результате они пустили людей типа Горбачева и Ельцина, и все рухнуло, потому что номенклатура была закрытой группой, закрытой. Значит, правящий слой должен понимать, что он должен быть образованным, он должен быть грамотным, и дети его должны учиться здесь, если они хотят им передать это, то и, кроме того, есть еще одна вещь. Я уже много раз говорил, что вот слабый кланово-олигархический режим, а у нас режим кланово-олигархический, у него очень мало шансов победить сильный кланово-олигархический режим, потому что та же Америка – это кланово-олигархический режим, и Запад – кланово-олигархический режим. Для того, чтобы победить, нужно перестать быть кланово-олигархическим. И история показывает, что те социумы, в которых не единство, потому что единство между властью и народом – это недостижимый идеал, но в котором разрыв между властью народу был минимальный, вот они и выигрывали. Например, почему кочевники побеждали земледельцев? Потому что у кочевников социальная организация совпадала с военной, и разрыв между слоями был минимальный. Почему в государстве франков династия Мировингов и Капитингов обе вышли из зоны, которая называлась Австразия? Это была самая бедная зона франкского государства. Бедная, а это значит разрыв между богатыми и бедными, там был минимальный. И мы успешно противостояли Западу в 30-е, 40-е, 50-е и даже 60-е годы, потому что разрыв между верхними и нижними, при том, что он был, он не был катастрофичным. Потом все изменилось. И вот это стремление значительной части номенклатуры жить как на Западе, они полагали, что их там примут на равных. Ну, это же нужно было быть законченными идиотами, чтобы полагать, что только потому, что у тебя есть ядерное оружие, тебя посадят за один стол те, которые 400 лет контролируют мир. Но это жуткий наив. Но Корею же не посадили. Корею северную не посадили же за один стол. Тоже ядерное оружие. Дело в том, что Корея и не хочет за один ядерный, за один стол. Они ссунули свой путь. Они не хотят, чтобы... И, кстати, и Советский Союз мог бы развиваться дальше, если бы номенклатура не была такой тупой, если бы ей так не хотелось на Запад. Пустите Дуньку в Европу. Вот. Дуньку в Европу не пустили. Более того, Дуньку опустили. И получилась Ельцинщина. Подводя итог нашего с вами интервью, мы должны идти своим путем. Дело в том, что любая крупная система, большая цивилизация, у нее свой путь. Но это не значит путь изоляции. Дело в том, что, скажем, та же советская система, она очень много взяла из русской традиции, русская гимназия, например, когда в середине 30-х годов Сталин резкий поворот сделал от, так сказать, вот этого такого левачества ленинско-троцкистского типа, когда заговорили об Александре Невском, Иване Грозном, Минине Пожарском, Дмитрии Донском, Суворове Кутузове. Это значит, оттуда взяли что-то. Ну и, так сказать, у Запада есть очень много чего хорошего. Кроме того, изоляция вообще невозможна. Как ты можешь изолироваться в глобальном цифровом мире? Но нужно, чтобы и цифра, и глобальные процессы работали на тебя, а не были средством противника, который тебя душит. Например, вот была встреча на Бали в конце прошлого года. И министр здравоохранения Мурашко говорит, мы будем работать с ВОЗ. Мы, так сказать, вот как они скажут, ВОЗ проталкивает ЛГБТ-программу. ВОЗ говорит, нужно ограничить государственный суверенитет, и ВОЗ добивается, они будут в 2024 году выставлять эту программу, добиваться права. ВОЗ определяет, что такое пандемия, и они определяют, какие меры государства должны принимать. И ВОЗ будет наказывать, и она будет иметь право наказывать те государства, которые эти меры не принимают. Например, как Белоруссия или Швеция. Сейчас они ничего сделать не могут. Более того, ВОЗ, так же как ЮНЕСКО, например, занимает антироссийскую позицию. Так как же можно говорить, что мы будем работать с ВОЗ, и мы будем выполнять их предписания? Ты будешь выполнять предписания врага, и здесь нужно очень хорошо понимать, есть организации, с которыми можно сотрудничать, есть организации, с которыми можно сотрудничать, быть их частью. Можно и не быть, но есть организации, из которых нужно обязательно выйти, потому что они хотят накинуть узду на твой государственный суверенитет. ВОЗ, не скрывая, говорит об этом. Так как же ты можешь говорить, что мы будем бегать под ВОЗ? Ты хочешь сдать государственный суверенитет? Или ты хочешь, мы за традиционные ценности, они говорят, мы будем продвигать ЛГБТ, это называется когнитивная диссонанс или шизофрения. Как говорят в иных слоях, фильтруй базар. Мне кажется, Андрей Ильич, да, ну вот ВОЗ, он настолько уже, мне кажется, себя дискредитировал. Причем ВОЗ... По предыдущим, так называемым, пандемиям или... Там после свиного грипа, во-первых, сменили все руководство, но пришел вот этот, вот проходимый цифербургский, этот троцкист, гибрейсус. Более того, нужно понимать, что такое ВОЗ. Кто финансирует ВОЗ? Фонд Рокфеллеров, фонд Гейтса. И это значит, если ты говоришь, что мы под ВОЗ, значит, ты под Гейтсом и под Рокфеллером. Ну, ты что, парень, сморожаешь, что говоришь? Да уж, но надеюсь, это придет осознание. Я думаю, я думаю, да, но дело вот в том, что осознание, это приходит у нас всегда, так сказать, дорогой ценой. И мы каждый раз не готовы, вот мне сейчас, когда мне говорят, например, вот мы не готовы были к СВО. Я ни в коем случае не хочу защищать нынешнюю власть, но если посмотреть на историю, Северная война, война 12-го года, война с Турцией 1877-1878, Крымская война, Японская война, Первая мировая, Великая Отечественная. Россия ни разу не начинала, к сожалению, войну хорошо подготовленной проводить. У нас только одна была блестящая операция, но это была не война. Это операция Дунай, 1968 год, когда мы за 36 часов взяли страну с 3-й по сей армии в Европе, Чехословаке. Правда, чехословская армия получила приказ не сопротивляться. Ну, если бы они получили приказ сопротивляться, тогда бы там была не одна ГДРовская дивизия, потому что ГДРовцы очень рвались, так сказать, чехословакам начистить хохотальник, но Брежнев сказал, не-не, не надо, одной дивизии хватит. И ГДРовцы там себя вели так, не так, как наши. Это у нас танк едет, чехи выходят, наш танк съезжает в Канаву и, так сказать, увечья или гибель. ГДРовцы вели себя по-другому, они не останавливались, они давили, или, скажем, где-то в каком-то городе они проводят белую черту и говорят так, кто пересечет, стреляем на поражение. И стреляли на поражение, и чехи вели себя совершенно по-другому с ГДРовцами, чем с нашими. Так что, к сожалению, вот это наша традиция давняя, что мы долго запрягаем, правда, потом быстро ездим, вот, но лучше вот сразу запрягать как следует, в том числе не только в военной сфере, но и в сфере образования, потому что, поскольку главной формой войны сейчас становится когнитивная, не информационная уже, когнитивная война, то и все образование нужно перестраивать под задачи когнитивной войны. Мир 21 века будет мир, где грань между войной и миром вообще стерта. Мы сейчас, фактически термин гибридная война означает, что уже нет зоны войны и мира, мы живем в зоне войномира или мира войны, образование должно становиться военным. Это не значит, что все должны с автоматами бегать, хотя возвратить в школу элементарную вещь, умение. Вообще мужчина должен уметь обращаться с оружием, не только горячим, но и с холодным. Нож, и вообще, так сказать, быть выживальщиком. Если вы мужик настоящий. Но не только это, психологически нужно воспитывать детей так, без духа милитаризма, но они должны понимать, что тот мир, в который они вступают, этот мир хочет их и их страну уничтожить. И они должны понимать, что либо они, либо мы. Был замечательный у нас такой руководитель первого главного управления КГБ, генерал-лейтенант Леонид Владимирович Шибаршин, потом он целый месяц был начальником КГБ, потом он в рожу Горбачеву швырнул заявление об уходе. Вот, у него есть сборник афоризмов, там есть такой афоризм. Западу от России нужно одно, чтобы ее не было. Вот мы должны это очень хорошо понимать, не демонизируя Запад. Демонизировать вообще не надо, вы представляете, вы плывете, на вас нападает акула, вы что будете демонизировать? Нет, ее нужно будет просто там вспороть ей брюхо или уплыть от нее, но нужно, чтобы одна из задач образования нынешнего, нужно понимать, что мы живем в военное время. Другое дело, что эта война не такая, как Первая и Вторая мировая, но это теперь реальность повседневная. Война каждый день, война в эфире, война на наших западных границах, и когда мы закончим с Украиной, я думаю, что нам следующий сюрприз преподнесут в Арктике, за Кавказе, то есть это все надолго. Я думаю, что в Сирии вообще мы вступили в новую 30-летнюю войну. Дело в том, что вход и выход в эпохи, он зеркален. В эпоху модерна Европа вступила 30-летняя война. Что такое была 30-летняя война? Это было четыре локальных конфликта, которые один перетекал в другую, но в разных частях Европы. Но теперь это будет в рамках не Европы, а мира в целом, но в основном по нашим границам. И нужно понимать, что эти люди бульдог вот этот вот англосаксонский, он от нас не отстанет, пока мы ему просто зубы не вырвем, и он не отползет и решит, что, так сказать, вот лучше. Но отползет, опять же, на время. Поэтому нужно помнить и жить по принципу мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути, в том числе бронепоезд нашего образования. Я думаю, что, да, интеллектуально подготовленная, чья страна будет интеллектуально подготовленной, та и победит. Совершенно верно. В свое время такой социолог был Карл Палани, он в 1944 году такой термин видел зловещее интеллектуальное превосходство. Вот оно должно быть у нас, зловещее интеллектуальное превосходство. Тем более, что если Запад сильнее нас материально, вещественно, то мы должны компенсировать это интеллектуальным превосходством. У нас это превосходство было в 30-е, 40-е, 50-е годы. У нас хорошо работала разведка, а потом, кстати, в середине 60-х годов КГБ не завербовал ни одного человека на Западе на идейной основе, только за деньги. До середины 60-х на идейных вещах, потому что в середине 60-х годов очень многим стало на Западе понятно, что Советский Союз превращается в такое не эксплуататорское общество, но общество, где советский эксперимент как мир и галитаризм и так далее, он как бы пробуксовывает. И это нужно все помнить. Хочу сказать, что в том числе от вас услышанную фразу, которую, мне кажется, должны взять все в нашей стране на вооружение, права или не права, моя страна, но это моя страна. Совершенно верно. Это нужно, вот наши либероиды, они кричат, нужно у англосаксов учиться, ну, паскуды, вот и учитесь, вот она вещь, right around my country, права или не права, но это моя страна. Вот, но у них почему-то вот до этого как-то не доходит, ну и хрен бы с ними. И напоследок, блиц, опрос, вопрос от нашего клуба, как считаете, нужно ли вернуться к внутренним экзаменам или по ЕГА ставить? Ну, вообще, может быть, это не ЕГА может быть, а вот либо внутренние экзамены при каждом институте, либо это вот универсальные выпускные экзамены из каждой школы. Я думаю, что нужна, по крайней мере, на первых порах нужна, так сказать, комбинация, потому что все-таки ЕГА, я категорически противник ЕГА, но ЕГА действительно в какой-то степени позволил, ну, отодвинуть коррупцию, но он принес массу других проблем, поэтому здесь нужно, так сказать, играть на, хотя егоизированные студенты, это нечто. Ну, вопрос такой, как пробиться талантливым детям из глубинки или из неблагополучной семьи в нашем неинституциональном обществе? Вы знаете, вот поскольку оно неинституциональное, у нас значительно, вот в институциональном обществе пробиться практически невозможно, а вот в неинституциональном есть вариант самообразования, нужно, так сказать, просто, ну, вот есть такой в спорте термин упереться, то есть ты приходишь в качалку, жмешь штангу, увеличишь, и вдруг натыкаешься, ты не можешь поднять вес больше, но единственный способ приходить каждый раз и, так сказать, вкачать, вкачать, вдруг ты пробиваешься, вот, я понимаю, что сказать это значительно легче, чем сделать, тем более, так сказать, в глубинке, где и социально очень часто бывает неблагоприятная обстановка, но другого способа нет, и здесь на первый план выходит воля, но воля не злая, злая воля приведет в криминал. Откуда брать кадры, кто будет обучать, и какова, по его мнению, роль региональных вузов, ну, то есть по вашему мнению? Вы знаете, это вот вопрос, который я, так сказать, бился, бился, и в значительной степени разбился, я когда создавал свой институт, институт системы стратегического анализа, и спонсоры появились, и все, и я сделал такую решетку, 30 клеточек, 13, так сказать, регионов, 13 проблем, 4 спецпроекта, но я смог набрать кадры только для половины клеточек, я половину клеточек так и не смог заполнить, я не смог, но, правда, требования были очень высокие, вот, но это действительно серьезная проблема, кадры нужно готовить, но правильный совершенно вопрос, а кто будет, а кто будет готовить, и я здесь, к сожалению, должен сказать, что, например, мне несколько раз предлагали возглавить один факультет, очень-очень известный, я все три раза отказался, потому что я понял, что у меня под руками не будет кадров от тех, кто есть, ну, во-первых, я не имею права их выгнать, но даже если бы я мог их задвинуть, а мне некем их заменить, то есть, нужно, так сказать, начинать и работать, но это не значит, что не нужно делать, к сожалению, у нас мало времени, но другого способа, кроме принципа Лиоте, у нас нет, принцип Лиоте, это вот что, был такой маршал французский, Лиоте, он воевал в Алжире, Алжир, полупустыня, деревьев нет, нет тени, жарко, и он говорит, хорошо бы вообще деревья посадить, ему сказали, они же будут расти 50 лет, он сказал, правильно, поэтому начинайте сейчас, и когда британцы и американцы в 49-м году решили, так сказать, уничтожать Советский Союз, они свою программу назвали программой Лиоте, бессрочная борьба с Советским Союзом, первые итоги они собирались подвести в 99-м году, через 50 лет, правда, они управились уже фактически, де-факто, в 89-м году, когда Горбачев в Ватикане на Мальте сдал страну, поэтому отвечая на этот вопрос, у меня ответ не то, что пессимистический, он реалистический, это вопрос серьезный, кадровый голод, это понятная, понятная совершенно вещь, но надо упираться и работать с тем, что есть, другого варианта никакого нет. Уроки культуры, этикета, культурологии, религии нужны ли? Ну, уроки этикета, возможно, нужны, потому что, так сказать, не все знают, что в носу ковыряться не надо, ну и так далее, но не это главное, но не это главное, школа должна учить, во-первых, школа должна учить учиться и привить к этому не только умение, но и любовь, и вкус, умение учиться, школа должна дать мировоззрение, кстати, советская школа его давала, я несколько лет назад, у меня такая длинная была поездка из аэровокзала домой, почти полтора часа мы разговаривали с шофером, на разные темы, водитель, ну, мужик лет 50, моложе меня, вот, и когда выходил, машина, я говорю, вы какой институт окончили? Он сказал, обижаете, советская десятилетка, поэтому вот, эти вещи нужны, но не они, главное, они должны быть приложением к очень серьезным вещам. И осталось пару вопросов, как оценивать такие предметы, как физкультура, изопение в обычной школе, где дети могут быть, просто не иметь таланта? Ну, во-первых, физкультура, нужно различать, физкультура и спорт, вот, я когда, например, учился в школе, мы прыгали через козла, это была травматическая, так сказать, опасная вещь, и вообще, вот, скажем, пятикласснику прыгать через козла, страшновато, вот, сейчас, вот, когда сын научился, уже этого уже не было, и не было, так сказать, брусьев, это только специализированные вещи, но общеразвивающая физкультура, лыжи, баскетбол, легкая атлетика, это нормальная вещь, но я бы, я бы еще добавил, это то, что называется ГТО, готов к труду и обороне, умение кидать гранату, вот, значит, что касается музыки, у нас было пение, мы валяли дурака, потому что, ну, вот, шестой, седьмой класс, пение, мы издавали непотребные звуки, потому что дураки были маленькие, я не уверен, что это нужно, хотя, с другой стороны, ребенку с детства нужно прививать любовь, так сказать, к разной музыке, я недавно у себя в Инстеграм-канале, говорит Фурсов, выложил ролик группы Бабкины внуки, вот, ну, и кто-то мне там написал, странный вкус у Фурсова, вот ему нравятся такие вещи, ну, дело в том, что я стараюсь быть, так сказать, таким широким человеком во вкусах, по-видимому, вот того человека, который написал, я очень огорчусь, сказав, что я очень люблю группы Любые Мираж, под них очень хорошо в качалке сжать, особенно под Мираж, и это хорошая ритмика, я очень люблю Карлоса Горделя, танго, 20-е годы Аргентины, я очень люблю Баха, Бетховена, Вагнера, и наших, Рахманинова, Сверидова и Мусоргского, то есть здесь могут быть разные вещи, я думаю, что вот пение как таковое, наверное, не нужно, но нужны уроки, факультативы, давать просто чисто вот как в ознакомительных целях, да, дети должны, ну вот просто знать музыку, они должны знать музыку, вот у меня жена по специальности, она музыкант, она дирижер по специальности, работала в музыкальной школе, и вот она говорит, что последние годы, она ушла в 2013 году, последние там 3-4 года, стали приходить дети, дети там 10-11 лет, и начали говорить, ну что это вы рассказываете, классика, Чайковский, бах, а вот для нас классика Пугачева, вот этого не должно быть, этого не должно быть, классика, это классика, и безусловно, у детей нужно воспитывать вкус, но у нас-то пение было, мы стояли все там, и хором, пели песни, я думаю, что здесь нужно найти какую-то разумную линию, и, ну есть дети, у которых нет слуха, но у тебя нет слуха, но ты можешь, ты не можешь воспроизвести, но знать, кто такой Мусоргский, кто такой Рахманинов, Чайковский, Вагнер, ты должен, ты можешь не знать, кто такой Шнитке, например, или Малер, это такая какофоническая музыка, а вот особенно русскую, классическую музыку, которая заканчивается у нас с Веридовым, замечательным композитором, это нужно знать, так же, как, кстати, историю живописи. Ну, разделять течение, школы, и вообще что-то. Вы знаете, нет даже понимать, что вот Шишкин, например, или Воснецов, а вот квадрат Малеевича, который можно выкинуть в окно, вот Шагал, которого тоже можно выкинуть в окно. Ну, это да, два товарища, Шагал Малевич. И последний вопрос. Как считаете, было бы классно в школу приглашать людей с определенных отраслей, чтобы рассказывали о своем пути и профессии? Это касается в выпускных классах. У вас было такое, кстати, в школе? Я считаю, что это было бы очень правильно. Ну, вот, когда я учился в последних двух, в девятом, десятом классах, к нам приходили ветераны Великой Отечественной войны, рассказывали о войне. Ну, я думаю, что сейчас было бы неплохо, если бы просто приходили люди, рассказывали действительно о своих профессиях очень важных, и было бы неплохо, если бы к ребятам приходили те люди, которые сейчас воюют в СВО, и рассказывали бы об этой ситуации. Но, в принципе, это должно быть частью, вот, так сказать, такой, ну, более, что ли, широкой программы, так сказать, широкой, так сказать, системы. Это должно быть вписано в систему. Но сам по себе факт приглашения людей, которые школьникам, уже делающим выбор, приходили и рассказывали бы, вообще, если говорить серьезно, о жизни, это было бы очень неплохо, это было бы правильно. Андрей Ильич, за какой вопрос дадим книгу вашу? Как считаете? Я думаю, за вопрос, который был задан, как пробиться человеку из глубинки, из региона, и по поводу региональных вузов, я думаю, что именно за этот вопрос, при том, что было много других интересных вопросов, но именно за этот вопрос мы и должны подарить книгу «Борьба вопросов». Андрей Ильич, спасибо. Друзья, подписывайтесь на наш канал, на наши все соцсети, Телеграм, ВК, Бусти, также подписывайтесь на ресурсы Андрея Ильича, это ВКонтакте, Рудуб, Ютуб, Телеграм-канал «Говорит Фурсов», читаю я его сам и рекомендую вам, и ждите следующих выпусков. Спасибо вам за просмотры. Спасибо, Андрей Ильич. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова